События, отраженные в данной фотосерии, по накалу эмоций и страстей, нисколько не уступают событиям из фильма «Движение вверх». Разница лишь в том, что в фильме выиграли на последних секундах, а здесь проиграли. Поэтому, по мотивам этих событий финального олимпийского матча, фильма никогда не снимут. Привет, коллеги! Если вы не видели моих предыдущих видео о журнале «Советское фото», скажу, что в этих роликах я рассказываю о фотографиях и статьях о них, которые были опубликованы в журнале за разные годы, и которые мне запомнились и понравились настолько, что было желание познакомить с ними и вас. Сейчас речь пойдет о статье Парлашкевича в 11 номере журнала «За 86 год. Съемка длилась минуту», в которой говорится о серии Владимира Вяткина «Удаленно последней минуте». Чтобы вы лучше представляли себе, о ком идет речь, даю небольшой фрагмент его интервью, ссылка на которое будет под описанием видео. На сегодняшний день для меня есть одна профессия – фотография. Я и художник в меру, и журналист, и путешественник. В общем-то, все сложилось, о чем я мечтал в юности, в детстве, в единое целое. Владимир Вяткин – знаменитый российский фото-журналист, многократный лауреат и член жюри конкурса «Уолд Пресс Фото», ведущий фоторепортер РИА Новости «МИА Россия Сегодня», академик Международной гильдии фотографов средств массовой информации, преподаватель факультета журналистики МГУ, руководитель творческой мастерской в РУС «Пресс Фото». В 1968 году, не сдав экзамены в университет, на ИСТФАК, деваться было некуда, я устроился работать в ВПН. Это сейчас недавно назывался РИА Новости, сейчас Россия Сегодня. Я резал снимки, подрезал. Потом, в общем-то, увидев эту суету жизненную, эту неугомонность моих учителей, будущих старших коллег удержаться на месте, я не мог. Для меня фотография – это прежде всего литература. То есть изобразительный образ, образ, который можно выразить словами, выразить фактом, документом, это не менее сложно, чем написать великолепные стихи, пьесу, роман, сочинить музыку. Но у художника, у поэта, у артиста неограниченное время в репетициях, в дописке, в переписке, в осознании, в переосознании. У фотографа доли секунды. Вы щелкаете за фтором, и уже это, либо это шедевр, либо это фотка. Вот, собственно, текст статьи. Силу несовершенства съемочной техники, спорт сравнительно поздно стал объектом творчества фотографов. И, естественно, поначалу каждый экспрессивный, динамичный кадр воспринимался как подлинное открытие. С появлением высокоскоростных затворов, светосильной оптики, моторных приводов, высокочувствительных пленок, сделавших спортивную съемку общедоступной, цениться стали композиционно-совершенные снимки, отражающие красоту и пластику человеческого тела, гармонию движения. Позже телевидение с его возможностями показать соревнования в целом и одновременно дать повторы ключевых эпизодов, стоп-кадры, кульминационных моментов спортивной борьбы, заставило фоторепортеров искать новые повороты спортивной темы. Одни фотографы сосредоточились на поиске уникальных точек и ракурсов съемки, новых изобразительных средств. Другие увлеклись психологией спорта, исследованием личности спортсменов, чувств, страстей человеческих. К представителям этого направления относятся и фотокорреспондент агентства печати новости Владимир Вяткин. Фотограф широкого профиля, работающий в разных жанрах, над разными темами. Он любит снимать спорт, считая, что эта работа тренирует его репортерскую реакцию, помогает расширять арсенал технических приемов. Такие съемки способствуют развитию творческой фантазии, поскольку, базируясь на знании спорта и предвидении возможных игровых ситуаций, он, как правило, нацеливается на ожидание какого-либо конкретно задуманного им сюжета. Независимо от темы, Вяткин предпочитает снимать крупноформатные материалы, репортажи, серии, очерки. Это связано с тем, что стихия Владимира не хроникальная фиксация факта, а своеобразное фоторазмышление о событии или явлении. Он стремится к тому, чтобы каждый материал был связанным рассказом, обладал внутренней логикой развития, имел свою драматургию с завязкой, кульминациями и финалом. Только так, по его мнению, можно заставить зрителя долго рассматривать фотографии, вчитываться в них. Этими принципами Вяткин руководствовался и в работе над серией «Удаленно последней минуте». Сюжет ее поистине драматичен. За минуту до конца матча финального олимпийского турнира гонболистов. При ничейном счете за грубое нарушение правил был удален с площадки игрок сборной СССР, что привело команду к поражению, а в итоге к потере золотых медалей. Съемку этого эпизода репортер вел двумя моторными камерами с объективами 400 и 600 мм. Две пленки были отсняты всего за минуту. Отбор кадров и окончательный монтаж серии занял у автора немало времени. Зато теперь, рассматривая снимки серии, мы действительно видим то, чего не сумели показать ни телеоператоры, ни коллеги Вяткина, фоторепортеры. Психологическое развитие острейшего момента этого соревнования перед нами предельно в лаконичной форме ни одного лишнего кадра. Разворачивается спортивная трагедия, преступление игрока, попытка скрыть его, оправдаться перед неумолимым судьей, ярость, отчаяние. А венчает серию по-настоящему мастерский финал. Десятка на майке игрока превращается в ноль. Он стал нолем для команды, причиной ноля в турнирной таблице, виновником крушения общих надежд. Несмотря на признание, которое завоевали его многокадровые работы, идеал спортивной съемки Владимиру Вяткину мыслится все же иным. Это должен быть всего один, но вместивший в себя целую повесть, снимок, каждую деталь которого люди будут рассматривать. Несмотря на то, что эта серия публикуется в номере журнала за 86-й год, речь в ней идет об олимпийском матче. Так как прошло немало лет с тех пор, и, честно говоря, большим поклонником спорта, тем более гандбола я не являюсь, немного пришлось погуглить. Так вот, на Олимпиаде 84-го года в Лос-Анджелесе наша страна не участвовала в ответ на бойкот американцами Олимпиады 80-го года, проходившей у нас в Москве. К чему я это? А к тому, что Олимпиада проходила у нас, и в финальной игре за чемпионский титул происходит такое. Но это о временном срезе. Теперь хочу сказать о том, что несмотря на прошедшие годы, я мысленно возвращаюсь время от времени к этой серии. Она настолько сильно врезалась мне в память, что несмотря на то, что я уже говорил выше, что не являюсь спортивным болельщиком и почитателем гандбола, но каждый кадр настолько лаконичен и силен в своем воздействии, этот спектакль на спортивную тему в лучших традициях системы Станиславского цепляет за живое. Тот, кто снимает, знает, насколько тяжело даются серии, как сложно выстроить логику, понятную для зрителя. Но на мой взгляд, это серия вершина спортивной фотографии. Если бы была премия за лучшую спортивную фотографию ушедшего 20 века, я думаю, что именно эта работа Владимира Вяткина была бы ее достойна. Для того, чтобы лучше узнать Владимира Вяткина, в описании под этим видео будет еще две ссылки на материалы покрупнее. Одна его участие в медиапонедельнике на ВДНХ, другая в Мослектории, где Владимир говорит о современной фото-журналистике. Чтобы их увидеть, надо запастись терпением, так как первая ссылка – видео длится час с небольшим, а вторая – два с лишним часа. Если это не испугало, то приятного просмотра. Коллеги, подписываться на мой канал я вам не предлагаю, учитывая его специфичность. Но если вы это сделаете, чтобы быть в курсе о новых выпусках цикла бесед о фотографии, то это не возбраняется. Выражаю вам признательность за интерес к фотографии прошлого. О своих впечатлениях пишите в комментариях. Да, и можете посмотреть другие выпуски. Материалы подготовил Юрий Мигунов. Канал Мастер Хоу. Вообще-то, кто знает. Принешивая это точка— Продолжение следует...